Всем привет! Пару дней думал, записывать это видео или нет. Оно, естественно, касается тех событий, которые сейчас происходят. Война, Украина, т-т-т-т. А у нас детский канал, дети, походу, лагеря и все остальное. Казалось бы, куда ты лезешь? Ну, так или иначе, я же вопросы воспитания рассматриваю. А воспитание процесс такой своеобразный, широкий, глубокий. Все это слово много раз слышали. Мало кто может точно и внятно сказать, понимаете. Вот как определение, что такое круг, а что такое квадрат. То есть все как бы вот да, все понимают, но очень неконкретно. И, соответственно, все, что я буду говорить, я буду говорить вот с акцентом. Я буду какие-то проблемы сейчас поднимать, а вы их применительно к воспитанию прикладываете. То есть я не буду ни за что агитировать. И я даже буду говорить не о том, что применительно вот война, событие такое, да. Украина, Россия там понеслась. У нас же тут следующий был, как сказать, всплеск эмоций по поводу того, что началась вся эта пропаганда антивоенная. Люди стали высказывать свое мнение. А на это мнение людей есть другое мнение. И вот я бы хотел поговорить просто о сути мнений. Почему? То есть не о содержании, не о патриотизме. Нет, а о сути. Откуда что берется. Вот когда объявили в перестройку плюрализм, а я закончил школу в 1991 году, еще Советский Союз был, я поступил в военное училище и еще присягу давал Советскому Союзу. Ну, кое-что я теперь могу просто осмыслить. Так как я уже подрос, и память как таковая была, понимание нет, память да. Поэтому то, что я помню, я сейчас могу осмысливать. И вот этот вопрос плюрализма мнений, да. Можно сказать, что я буду иногда в шпаргалку подсматривать, потому что буду подсматривать. Плюрализма. Мы сейчас к этому плюрализму подойдем. Сначала о правде, что ли. Оно так все пересекается. У каждого своя правда, у каждого свое мнение. Значит, плюрализм, правда, мнение. Все это вот как-то там своеобразным образом переплетено, является синонимами и так далее. И вот первое, что бы я хотел сказать. Не о самой ситуации, а то, как и что люди думают или думают, что они думают. Каждый имеет право на свое мнение. Никто не сказал, как определяется ценность этого мнения. Мы же все с вами, взрослые, знаем, что есть такое выражение, как свинья в апельсинах. То есть у свиньи может быть свое мнение об апельсинах. Но это не то же самое, как мнение человека, который выращивает апельсины. Или те, кто из апельсинов сок делает. Ну или что-то и так далее. То есть у всех отношение к апельсинам в данной ситуации, мы рассматриваем боевые действия в Украине, оно разное. И вот некоторые, ну откровенно никакие мнения, ну просто они никакие, ни на чем, основанные ни на чем. Потому что свинья, она потребляет информацию, не разбирает, потому что, как свинья в апельсинах, не разбираясь в том, что потребляет. То есть такой потребитель. Вот как там у нас, помните, был такой чудесный министр образования, который говорил про общество потребления, потребители такие, высококвалифицированные потребители. И где-то вот мы почти достигли этой цели. Потреблятство стало таким монументальным, главным и основным, почти одной из ценностей нашего общества. Итак, друзья мои, как свинья в апельсинах, никто не отменял. Никто не отменял, что не надо потреблять все подряд. И на этой замечательной ноте я начну говорить вот о чем. Все аналогии ложны. Но представьте трехподъездный дом, в котором ТСЖ, власть, захватили нацисты. А третий подъезд сказал, идите вы лесом. И нацики начали долбать этот подъезд, они их там дерутся в этом третьем подъезде. Дом номер один, подъезд номер три. Загнали их туда уже четыре этажа, короче, из десяти. Шесть заняли, четыре их там плющат. Эти там сидят, не знают, что делать. Ну, естественно, как и любой дом, есть пожарные по балконам, лестницы, все, народ начал спускаться. Побегут в первый подъезд. Ну, чтобы вы поняли, дом номер один, это страна с двухцветным флагом. Двухцветное королевство датское двухцветное. И вот они побежали в другую страну, он там тоже такой двухцветный флаг, дом номер два. Ну, как бы, он тоже такой, знаете, трех, чуть ли не двух подъездный, так поедет. Ну, такой вот дом. А что там, картошка? Они побежали к третьему дому, дом номер три. А он такой уже, знаете, подъездов на пять, восемь, какой-то большой дом. И давайте там, ешкин кот, наших бьют, что делать? Помогите. Ну, сначала, конечно, все самые пассионари собрались. Ну, кто откуда там, кто из оркестров там, кто из круизеров из каких-то там, вот они пособирались. По этим же водосточным трубам, ну, в смысле, пожарным лестницам поднялись туда к ним. И давай помогать отпихивать этих нациков. Ну, как-то все установилось. И в конце концов, от одного большого дома к другому трехподъездному подкатила делегация, которая сказала, друзья, у нас аллергия у нас. Но пасаран, у нас аллергия давно на такие дела. И понеслась. И вот теперь по поводу у каждого своя правда. Люди, у которых ТСЖ, весь дом, они, соответственно, говорят, но это же дом. Дом. Не может быть фундамент отдельно, подъезды отдельно. Колеса – это не машина. Рука – это не весь человек. Какая независимость? Это весь наш общий дом. Дом. Неправильно. Руки оторвать неправильно, колеса оторвать неправильно, подъезды оторвать неправильно. Вы сумасшедшие. Мало того, вы притащили оккупанта, вы еще и сумасшедшие предатели. У нас здесь с другого дома пришли? Да. Вопросы есть? Вопросов нет. Все логически понятно. А они нас долбают? Да. Стреляют? Да. Разрушают? Да. Люди гибнут? Да. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Из третьего подъезда, который теперь поддерживает дом номер три, говорят. Ребята, не надо нам ваши странные аналогии рассказывать. Вы нацисты, вы нам не Родина. Все, что нужно для жизни, здесь есть. Коммуникации есть, счетчики есть. Платить по этим счетчикам мы готовы. Если надо, мы врежем свой генератор, вставим свою кочегарку угля в ОООО. Люди квартиры покупают. Из каждой комнаты делают студию. И продают. Была одна квартира, стало три. И напоминают, что двухцветное государство, дом номер один. Трехцветное государство, дом номер три. А вот тут есть еще одно государство, дом номер два. Когда-то было одноцветным государством. Верной дорогой шло это государство. И ничего. Распилили. Но неужели, если от большого пирога можно отломить кусок, то от куска нельзя отломить кусочек. Так что свои аналогии оставьте при себе. Платежеспособны и все хорошо. И на вопрос по поводу того, что как-то так все плохо и война, и все мы виноваты, напоминаем. Восемь лет почти что она уже идет. И это у нас в третьем подъезде на площадке между таким и таким этажом есть аллея ангелов с монументальной мраморной стеной, на которой высечены имена наших погибших детей. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Мы видим на лицо две абсолютно логичные картинки. И в обоих из них прозвучало в конце ключевое слово. Мы правые. А как только прозвучало слово правые, сразу хочется сказать и левые. И я напоминаю, что это еще три колокольни могут быть. Взглянув на ситуацию, с которых все тоже может стать как-то совсем по-другому. Но если вы не понимаете, что за колокольни, почему они такие, к чему они относятся, какие там инструменты, чтобы посмотреть на ситуацию. Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя. На дурака не нужен нож, ему, Стрекорова, наврешь и делай с ним что хочешь. Первые левые и правые появились во время французской революции, где народ решал, сколько королю прав оставить и власти, а сколько парламенту. Основная буча была по поводу, может ли король наложить на решение парламента больше правовета. Время шло, это было 220 с чем-то лет назад, и по отношению к разным ситуациям всегда организовывались правые и левые. Если дела более-менее в каком-то королевстве шли хорошо, в датском, в бургундском, и все равно в каком, то были еще и центральные. То есть они, так сказать, ехали, держали тройку лошадей, а тут еще было два помогалой, которые пытались что-то сказать. Ты не туда едешь, ты сюда, то-то-то-то-то. Были правые и левые. Во всяком случае, в буржуазной демократии это именно так. Так вот, последний актуальный вопрос, по отношению к которому существовали последний раз активно правые и левые, это был вопрос социально-культурного развития общества. Социальный. Помните? Социализм и все в таком духе. Социальное значит общество. То есть общество, оно для себя и по отношению к себе как живет. Как человеку-человеку-волк, человеку-человеку-брат, человеку-человеку-конь, кентавр, кто? Вот такая простая идея. И, соответственно, слева там есть всякие социал-демократы, социал-анархисты, коммунисты. А справа самые правые, они сейчас нас интересуют, это те самые нацисты. В середине либералы, растянутые влево и вправо в той или иной степени, так скажем. Кстати, либералы не очень-то и плохие люди. Тогда, когда они появились, благодаря им было много разных полезных вещей сделать. Но потом они начали подчевать на лаврах. Ну, это проблема многих, многих и еще раз многих. Так вот, по отношению ко всяким разным вопросам, один и тот же человек может с удивлением для себя осознать, что в одном моменте он проявляет себя как фашист, а в другом как коммунист. Потому что он ходит из угла в угол, думает, глаза протрет, ах, колокольня. Он сразу смеешь, далеко видно, жираф же большой, ему виднее. Залезу-ка я. Он залез и что-то увидел. Представьте, на одной колокольни бинокль, на другой, как рентгеновский аппарат, ты смотришь и видишь все насквозь, а на третий тепловизор. и ты видишь на разнице температуру. Ну, то есть, каждая что-то открывает. И вот одни про то, другие про то, третий про то. Взгляд на ситуацию с левой колокольней, допустим, если он у нас стал, как это называется, оппозиционным, то в Украине он просто запрещен. То есть, нельзя залезть на эту колокольню и с помощью этого инструмента посмотреть, у кого там температура, у кого там косточки не в порядке, условно говоря. Ну и, чтобы вы понимали, в нашей стране то, что называется коммунистическая партия, она не коммунистическая. Вот она называется так, читаете, как он называется-то у них, главный документ, короче, их манифест, смотрите, что они делают. И вы понимаете, что это такая классическая, обычная, социал-демократическая партия, такая ближе к центру, ближе к власти. Ну, понимаете, от того, что ты так назвался, у медиков даже есть там своя тема. Ну, человек, называет себя Наполеоном, говорит, что Наполеон, а уже как бы все факты есть, что было, Наполеон помер уже, все похоронили там, памятник поставили. А этот трындит, Наполеон, Наполеон. То есть, это легкое такое, да, расстройство, что люди себя называют кем-то, а кем-то не являются. Это я сейчас не в поддержку, не в че, я просто вам вот рассказываю, что есть левая колокольня, правая, средняя такая. Причем, когда дело доходит до дела, до жести до какой-то, со средней колокольни народ разбегается, и все так или иначе с одной стороны становятся только с другой. По отношению к определенному вопросу. Первый был такой вопрос исторический, давать ли, сколько будет власти у короля, потому что мы его абсолютную монархию раздолбали на коммунистическую, на конституционную. Все, надо как-то поделить права и обязанности. И вот по отношению к этому вопросу появились левые и правые. Потом история шла-шла-шла, мне это сейчас не надо, вам тоже. И последний вопрос, он вот такой. Мы общество кого? Человеку-человеку, друг, товарищу, брат или человеку-человеку-волк? И вот левое про братьев, правое про волков. И волки точно знают, что вот это не люди. И по отношению вот к этим нелюдям, которые с правой повестки там, на Донбассе были, это была не война, не геноцид, это было ничто. Они просто туда стреляли. Поэтому странным образом Украина напоминает про нацистское государство. Или про то. тут напоминает. Очень сильно бросается в глаза. Потому что люди, которые сейчас дикий ужас сидят и испытывают кучу негативных эмоций, стресса и так далее, в бомбоубежищах, метро и так далее, в Украине, с ихней колокольней, с правой, это другое. Понимаете, да? И вы сразу видите, так у вас шла 8 лет война с Россией или не шла? Если это другое, это не люди, тогда это не Украина. Если это Украина и все наши, тогда почему вот этих всех никак не волновало, что мы наши, наши? Чувствуете, да? То есть, вот то, что я сейчас говорю, это же я не с целью какой-то агитации, я говорю, что вот так из этой каши, из этого винегрета рождается все. Понимаете? Фарш невозможно прокрутить назад. Это только какой-нибудь салат зимний, можно сесть, вот так вот сказать. Ну, а теперь в рамках самообразования определимся, что в этом салате. Ты выбираешь горошек, ты резаную колбасу, ты огурцы и так далее. И вот так разобрали и восстановили события обратно. С чего все началось? Папа сходил в магазин, кто-то нашинковал. Молодцы. Понимаете, да? А вот вам, пожалуйста, еще есть такое, такой метод взглянуть на ситуацию. Высоко сижу, далеко гляжу, это колокольня. И другое. Очевидные вещи или зрив корень. КОНОТВЕННЫЕ КОНОТВЕННЫЕ КОНОТВЕН ЮТ Griffin